В бюджет Ульяновской области дополнительно привлечено порядка 85 миллионов рублей. Таковы результаты региональной акции «Месячник помощи финансовой грамотности». Итоговое совещание состоялось в районном доме культуры Курсына в присутствии председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина. Очень серьезный потенциал, на мой взгляд, имеет работа, которая проводится совместно муниципальными органами власти. Агентством земельно-имущественных отношений, налоговой инспекции, в части оформления земельных участков, индивидуального имущества, разъяснения о необходимости уплаты налогов. «Месячник» проводится в регионе третий год подряд и каждый раз в новом муниципалитете. 1 февраля акция стартовала в Корсунском районе. Свыше 4 тысяч жителей во время уроков налоговой грамотности и круглых столов получали ответы по земельно-имущественным вопросам и проблемам выявления схем ухода от налогообложения. И вот это нас радует, потому что люди начинают узнавать, люди понимают, для чего это. И понимают, что в первую очередь мы идем не с интересами что-то взыскать, не с интересами где-то кого-то в чем-то уличить, а в первую очередь наша задача помочь, наша задача разъяснить и получить обратную связь для себя, опять-таки для того, чтобы улучшать наши процессы внутренние. Сейчас главная задача региона – подготовка к участию во Всероссийском месячнике помощи финансовой грамотности, который проходит дважды в год, в апреле и сентябре. Еще одним решением совещания стало создание так называемого единого справочного окна. Его откроют в каждой районной администрации. Сюда население сможет обращаться по вопросам налоговой поддержки, отдельно получать помощь в части оформления земельно-имущественных прав. В этот же день подвели итоги конкурсов по тематике месячника в четырех основных номинациях. Почетные грамоты и ценные подарки победителям лично в руки вручил Смекалин. После председателя областного правительства ожидала лидерская встреча с молодежью. 40 школьников, студентов в техникуму колледжа и кадетского корпуса Корсунского района на перебой задавали свои вопросы. Я решила узнать, как он достиг вообще вот этих вот целей, как он пришел к своей этой деятельности. Как, например, развивалась политика в стране или еще что-то, как он вообще, ну, развивалась наша Россия, как развилась Ульянская область, как, допустим, построили мост. Я пришла, конечно, с целью для того, чтобы провести интересную беседу, как бы узнать, ну, также задать некоторые вопросы по благоустройству нашего района, так как я проживаю в Корсуне и мне очень волнуют данные темы. В дружелюбной обстановке и много шутя председатель правительства открытый и честно отвечал на вопрос о себе. К примеру, признался, что считает себя ленивым. Ряд вопросов взял под личный контроль. Например, реконструкцию футбольного поля рядом с кадетским корпусом. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.